Добрый день, уважаемые любители шахматы! С вами Владимир Добров. И сегодня мы с вами разбираем партию, сыгранную между российским шахматистом Владиславом Артемьевым и гроссмейстером из Армении, топ-гроссмейстером Ливоном Ароняном. Итак, Влад у нас сыграл белыми. И после следующих ходов защита Немцовича. Вариант слон Д2, о котором не так давно мы беседовали. Ход достаточно редкий, но в последнее время стал весьма популярным на высоком уровне. Итак, рокировка. Конь Ф3. Черные и белые развивают фигуры. Мы видим, что в итоге произошли размены легких фигур. Ну и Влад, в общем-то, в излюбленной своей манере ставит слона на Ж2, фианкетирует его. А как известно, Влад со слоном на Ж2 особенно опасен. Ну, так или иначе, об этом мы говорили с Володей Федосеевым на стриме, посвященном Кубку Наций. Ну и, в общем-то, здесь произошло следующее. Взятие НЦ3. Ну и, в общем-то, структура определилась. И уже после дебюта, вот после того, как белые сделали рокировку, мы с Владимиром отметили, что черным предстоит достаточно тяжелая, кропотливая защита. То есть, по сути дела, несмотря на то, что, казалось бы, черным все крепко, у белых есть четкая работа по линии Д. Они могут сдваиваться, страиваться. Ну и, в общем-то, продавливать вот эту вот пешку на линию. Итак, что последовало? Черный, естественно, сыграл Ладья Д8. Е4, установив контроль за возможностью Д5, Влад осуществил Ладья С8, Ладья Д1, опять-таки Д6. Но здесь можно было играть немножко по-другому. Как бы, с другой стороны, белые в любом случае оставляли контроль над доской. И, так или иначе, у белых все равно поприятнее. Б3, очень практичное решение. А практичность одна из визитных карточек Владислава. Конь Е5, естественно, белые не меняют коней. Вот такое вот ежовое построение. Достаточно классическое. Ладья Е3, белые продолжают маневрировать. Ферзь С7, Х3, очень полезный ход на фланге. Также черные отвечают А6. Ну и дальше вот происходит следующее. Ферзь Б2, Ферзь С5, А4. Ну, А4 ход препятствует возможностям Б5. И, в целом, ход, опять-таки, классический. И вот следующий ход, который немножко нас удивил со стороны Ливона. Ну, король Ф8, ход вполне хороший. Король поближе к центру, подходит к пешке Д6 при случае. А вот сейчас вы видите этот ход. Ход А5. Ход А5, конечно, колоссальный в смысле структуры. Потому что после этого черные могут забыть о всяческой контр-игре, связанной с ходом Б5. И, по сути дела, подписали такой, в общем-то, неприятный для себя приговор, что им придется долго и упорно защищаться. Да, они делали ставку на коня Е5. Но, опять-таки, у белых все-таки чуть больше пространства за счет центральных пешек. Так, Д5 нигде не сыграть. Ну, и, в общем-то, у белых здесь достаточно приятно себя чувствует. Влад продолжил маневрировать. Мы видим, что особо он ничего не делает. Двигается Ферзем туда-обратно. Наваривает время. Пытается пугать, может быть, противника ходами Ф4 или, может быть, какими-то заходами Ферзем на Х5. Ну, Ранян предложил размен коней. И, в общем-то, Влад здесь, в данной ситуации, уже согласился. Почему он согласился здесь? Потому что, опять-таки, с той пешкой на А6 черные могли бы брать и проводить при случае Б5. В этой же структуре, то есть, сама по себе структура достаточно закостенелая. И черный, по сути дела, ну, предстоит им крайне тяжелая такая вот оборона, длительная. Итак, поменялся Ранян. Позиция, в принципе, не меняется. Как она была, похуже, так она остается. Вот вопрос, насколько она похуже. Ну, вот Ранян, вроде, одержал ее. Тем не менее, Ферзь Д2, ладья Д7. И Влад, опять-таки, продолжил пока маневрировать. Ладья Д3. И, король Е7. Вполне возможно, что черным стоило, действительно, короля оставить на Ж8. И посмотреть, сможет ли Влад здесь как-то улучшить свое положение. Ну, у белых всегда есть в запасе ход Ф4. Возможно, где-то Е5 продвижение. Поэтому, так или иначе, ресурсы определенно у белых были. Ну, Ранян решил поставить короля на Е7. И вот после Ф4 слон С6. Черные сделали полезный ход. Влад сыграл ладей Ф1. Таким образом, пугая ходом Ф5. А Ранян сыграл Ж5. Ж5 не выдержал. Сделал такой отход. Но этот ход явился уже, по сути дела, серьезной ошибкой. Это, конечно, не неточность. Это уже ошибка. Потому что после взятия на Ж5 выясняется, что брать Ф5, скажем, нельзя. Так как после Ф5, Ф2 провисает на Ф7 и на Б6. И эта позиция разваливается в тщательные мгновения. И, ну, естественно, Ранян делал ставку на ход АЖ. Но здесь Владислав, используя положение короля на Е7, сделал, наверное, самый красивый ход в партии. С одной стороны, он несложный, но очень эффектный. И так он пожертвовал целую ладью на Д5. Вот такой вот замечательный ход. Мы видим, ладья атакует Ферзя и таким образом перекрывает защиту пешки Ж5. Черные могут съесть ее пешкой, но после, скажем, Ферзь бежит Ж5, любой отход короля, белые продолжают вот эту вот атаку. Ферзь А6, шах, король Е7. И в какой-то момент просто заканчивает партию, ну, любым, там, может, взятием. Ну, там, после шаха, например, или, неважно, там, взять ЕД. И после чего, ну, можно даже и не ЕД, можно дать шах на АЖ8, потом на АЖ4, потом взять ЕД. Ну, так, по-разному здесь можно играть. У белых здесь колоссальная, колоссальная атака и победа, скорее всего. То есть, проблем здесь белые испытать не смогут. И, соответственно, черный Ронян решил взять слону. Ну, после Ферзь Ж5, король Е8, Влад взял пешкой С. Обратите внимание, с какой идеей. То есть, он пешкой С. Мы видим, что черный Ферзь далек от защиты короля. Король явно испытывает неприятности на Е8. И Ронян делает ход ладей Е7. После чего, Влад поднимает еще один очень красивый ход. То есть, белый, конечно, хотелось бы взять на Е6, ударить где-то на Е7. Но, так или иначе, это сделать невозможно. Потому что Ферзь в этом случае на С5 выпадает на Ферзь Ж5. Поэтому, Влад сделал такой замечательный ход, который перекрывает вот это вот положение Ферзей. И теперь партия, по сути дела, завершается. Так как после ладья С8. Любой другой ход ДЕ. Белые просто играют ДЕ. Мы видим, что ладью взять на Е6 нельзя. Ладья бьет Ферзь бьет Д8. Угрожает и ладья Бет Ф7. Угрожает и ЕФ. То есть, страшная, страшная атака. Страшнейшая атака. Значит, что остается? Остается после ДЕ. Остается ход ладья С8, который Ронян и сделал. Но здесь Влад сделал еще один замечательный ход. Вот ладья Ф4 очень практичный, неожиданный, я бы даже сказал, ход. С угрозой ладья С4. И выясняется, что у черных просто нет защиты. Черных взяли на Е5. Ладья С4 последовал ход мгновенно. И после чего ЕД пришлось Ронянну жертвовать Ферзя. Последовал промежуточный шаг. Взятие на С5, взятие на Б6. Ну и затем еще один удар на Д5. Мы видим, что партия просто рассыпалась. Ну и, в общем-то, Влад уверенно довел ее до победы. Последовали еще некоторые ходы. Но они, в общем-то, были уже несложны и не обязательны. Вот такая замечательная партия. Мы видим, что пространство порой и в шахматах решающее значение имеет. И достаточно иметь какую-то крепкую позицию. И когда противник без контр-игры, вы можете просто-напросто маневрировать в ожидании каких-либо ошибок. Ну и блестяще воспользовался ими Влад Артемьев. Поздравим с этой хорошей победой. Отметим ходы Ладья Д5 и Е5. То есть умение вести атаку в таких ситуациях не менее важно. Ну что же, с вами был Владимир Добров. Успехов. До новых встреч. Пока.